Юля, ты почему еще здесь вообще к эфиру готова? Пока визажист в отпуске, готовиться к эфирам приходится самостоятельно. Но в 20.00 мы обязательно начнем рассказывать все самые интересные новости сегодняшнего дня. Вручкой наркоторговцев можно услать всю комнату. Свыше 500 тысяч рублей изъяли полицейские при обысках у предполагаемых участников преступной группы. Четверых жителей Иркутска подозревают в сбытии запрещенных веществ через популярный мессенджер. В этом интернет-магазине были даже свой администрат и фасовщик синтетических наркотиков, предполагаемый организатор. Он же закладчик, сейчас заключен под стражу. Его напарники отправились под домашний арест. Неважно, дома вы или на работе, в ближайшие полчаса мы погрузим вас в информационную картину дня. Сначала короткие анонсы основных тем выпуска. Не справился с управлением и чуть не стал виновником трагедии. В Иркутске автомобилист врезался в остановку общественного транспорта. Все подробности громкого ДТП расскажем в программе. Расскажем мы о том, что случаев укусов собак в регионе за год стало больше. В 2020-м уже пострадало почти 2500 человек. Я Ольга Харнутова выясняла, как происходит поимка бездомных псов в области. В Иркутской области во многих домах, где проживают маломобильные граждане, не установлены пандусы. Как люди преодолевают неудобства и кто помогает им в этом, узнаете в выпуске. Из рубрики «Повесточки» узнаете, где в Иркутске можно будет поздороваться с Чеховым, а также о самых интересных исторических находках последнего времени. И теперь о событиях дня подробнее. Сразу два ДТП, которые могли привести к человеческим жертвам, произошли в Иркутске. В первом случае в остановку общественного транспорта въехал автомобиль. Инцидент случился в вечернее время на одной из центральных улиц областного центра. А если точнее, в районе 23-й школы именно в остановку с таким же названием врезался владелец иномарки. По предварительной версии, водитель «Тойоты Филдер» не справился с управлением и допустил наезд на павильон. Лишь по счастливой случайности в этот момент на остановке не было людей. Признаков алкогольного опьянения у автомобилиста не обнаружено. Проверка по факту аварии продолжается. Разобраться в обстоятельствах еще одного ДТП в областном центре также предстоит. В районе Наволенина водитель протаранил ограждение и заехал на территорию детской площадки. И вновь, благодаря стечению обстоятельств, никто не пострадал, кроме кошелька автовладельца. Ему придется заплатить за ремонт забора. Страдают жители Иркутской области не только на дорогах. Опасность в виде бродячих собак подстерегает буквально везде. Случаев укусов в этом году в регионе стало на десятки больше. Ведется ли вообще отлов бездомных собак, выясняла Ольга Харнутова. Ссадины у иркутянки Валентины Синявской заживают тяжело. Она расцарапала ноги о кусты, когда спасалась от стаи бродячих собак. Девушка хотела размяться перед кардиотренировкой в зеленой городской зоне. В итоге ее ждал бег с препятствиями и выброс адреналина. Давно уже замечала в Академгородке стаю. На эту стаю я знаю, что и жалобы писали в администрацию, но реакции не последовало. Но днем эта стая рассеивается, и ее особо не видно, и особой угрозы она не представляет. Заводь, которая находится прямо возле нового моста, они там собираются, им прохладно, им хорошо. Их там порядка 20 штук. Но выяснила я это экспериментальным путем, то есть я просто пошла туда разминаться. Информация о нападениях бездомных собак появляется все чаще. Неделю назад иркутяне пожаловались на то, что один такой пес покусал троих прохожих на остановке. Его поймали и посадили в клетку. Всего же с января по май после происшествий с животными за прививкой от бешенства обратились 2467 жители региона. На 42 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Треть пострадавших – дети до 14 лет. И это при том, что отлов собак ведется практически везде. Животок отлавливают, как и раньше наша компания отлавила, временным, снотворным. То есть проводится клинический осмотр, проводится вакцинация от бешенства, стерилизация, кастрация, оберкование. То есть все происходит в определенные периоды. И после 30 дней животные выпускаются обратно в среду обитания. Но выпускаются только адекватные, добрые собаки. Агрессивных собак оставляют в приюте. В Иркутске с начала года поймали около 400 бродячих псов. По контракту до конца августа компания, которая этим занимается, должна отловить еще около 200 собак. Но, как показывает практика, на поимку животных надейся, а сам не плашай. Ольга Харнутова, Андрей Назаров. Новости по будням. Наносит куда больше вреда жителям региона коронавирус. Еще 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Иркутской области за сутки. Теперь общее число жертв инфекции в Прибайкале – 171. Борьба с недугом в нашем регионе ведется уже 4 месяца. И несколько важных цифр о коронавирусе озвучим в следующем материале. Продолжение следует... Между тем, из-за пандемии на убыль пошло и благосостояние жителей Иркутской области. Об этом сообщили аналитики одного из популярных российских автомобильных сайтов после проведения опроса. Интернет-пользователям предлагалось ответить, как изменилось их благосостояние из-за коронакризиса. Вариант катастрофы указали 13% жителей Иркутской области. Немногим лучше обстоит и с выбором другого ответа, который звучал, стало хуже. В такой ситуации 37% респондентов. При этом финансовое положение немногим меньше половины опрошенных не изменилось. А 6% теперь живут даже лучше, чем раньше. В среднем по стране показатели схожи. У более 40% россиян благосостояние ухудшилось. У почти столько же финансовое положение не пострадало. А для 7% оно улучшилось. Самый большой показатель ухудшения материальной ситуации у жителей Тюменской области и Ростова-на-Дону. Но есть такие жители региона, которые не прочь покуситься на и без того небольшие финансовые накопления людей. Подозреваемого в обмане трех пожилых женщин задержали в Братске. Злоумышленник приходил к пенсионеркам, каждый из которых старше 70 лет под видом сантехника. Я говорю, я не вызывала сантехника, мы не вызывали. Вы топите. Ну вот надо вам менять все. Ну я говорю, меняйте, если что. За свою услугу мужчина просил деньги. Одна из жертв, например, отдала 8 тысяч рублей. После этого злоумышленник говорил о необходимости приобретения материалов для ремонта, оставлял записку с чужим именем и номером телефона и скрывался. В преступлениях подозревают 33-летнего местного жителя. Ранее он был судим уже 9 раз и, конечно, никогда не работал сантехником. Сейчас мужчина помещен под стражу. В невольном задачении вынуждены коротать время и многие маломобильные жители Иркутской области. Дело в том, что не у всех есть возможность самостоятельно выбраться и заехать в подъезд. Причина банальна отсутствие пандусов. Почему в 21 веке люди по-прежнему сталкиваются с такого рода проблемами и как их решают, узнавал Олег Федоров. Табличка «Дом образцового быта» не в полной мере соответствует действительности. Здесь проживает братчанин Виктор Квасов, ветеран труда. Долгие годы работал на строительстве зданий, а сейчас остался без возможности спокойно выбираться на улицу. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем. Уже 10 лет он частично парализован и передвигается в инвалидном кресле. Только у подъезда его дома нет пандуса. На вопрос, когда он появится, управляющая компания отвечает, что чуть ли не к середине 21-го столетия. Месяц назад пришла эти ответы. В 2032 году. В Иркутске подобные трудности наблюдаются сплошь и рядом. Наличием пандусов у жилых домов всерьез озадачились 4 года назад, когда внесли поправки в закон о защите инвалидов. Как известно, с июля 2016 года все новостройки должны быть оборудованы пандусами. Вне зависимости от того, хотят этого жильцы или нет. А вот установить такие заезды в старых домах довольно проблематично. Жильцы очень часто выступают против того, чтобы большую часть узкого крыльца занимали конструкции для инвалидов, которых в доме может даже и не оказаться. На улице тоже полно труднопреодолимых барьеров. Так, например, выглядит пересечение улиц Декабрьских событий и Нижней набережной. Сейчас здесь проходит ремонт, в связи с чем убрали плитку, в том числе и тактильную для незрячих людей. Маломобильным гражданам тоже придется непросто. С одной стороны высокий бордюрный камень, с другой вязкий песок. А так выглядят съезды с тротуара на улицу Горького. Уклон велик, экстрима добавляет и отбитая плитка. А на подступах к стадиону труд заросло травой то, что, похоже, когда-то задумывалось как съезд для коляски. Что касается поликлиник, школ, любых иных объектов, это все у нас относится именно к объектам социальной инфраструктуры. В соответствии со 181-м федеральным законом о защите прав инвалидов, сказано, что абсолютно все органы государственной власти, муниципальное управление, иные организации, вне зависимости от формы собственности, то есть поликлиника будет частной или она будет государственной, не имеет значения, обязаны обеспечивать наличие пандуса и возможности беспрепятственного посещения инвалидами данных учреждений. Снабжено ли учреждение необходимым, чтобы в него могли без проблем попасть все люди, проверяют ежемесячно. Недавно после вмешательства прокуратуры на улице Карла Липнихта на входе в управляющую компанию появился такой пандус и кнопка вызова. Поскольку каждый человек может и должен в любой момент заходить и покидать то или иное заведение. И, естественно, стены своего дома. Олег Федоров, Алексей Бондаренко, Владимир Пинаев. Новости по будням. Недалеко от своего дома жительница Иркутска обратила внимание на пропажу тактильной плитки. Она была уложена с двух сторон от пешеходного перехода рядом с остановкой диагностический центр. Плитка необходима для помощи в ориентации слабовидящим людям. Женщина обратилась к нам в редакцию с вопросом, что же произошло и появится ли специальное покрытие вновь на том же месте. В городской администрации нам объяснили, что подрядная организация, которая ранее уложила тактильную плитку для слабовидящих граждан, меняет ее по гарантийным обязательствам. Иными словами, сейчас ее демонтировали из-за износа. Такие работы летом происходят во многих районах областного центра. Что появится взамен старого сизательного кафеля пока неизвестно. Все будет зависеть от того, какую уличную концепцию выберут для этого участка Иркутска. Если у вас есть подобные вопросы, ответы на которые будут интересны всем телезрителям, звоните нам на горячую линию с 10 утра до 6 вечера. Наш телефон прежний 792-402. Отправить информацию можно также через интернет по адресу airnews.sobaka.nts.dfistv.ru Сидеть в интернете, когда за окном лето преступление, но преступление и отдыхать на природе с нарушением правил. Ведь это может привести к трагическим последствиям. Чаще всего судоводители в Прибайкале пренебрегают безопасностью пассажиров. С начала навигации выявлено уже почти 480 фактов, когда люди на борту находились без спасательных жилетов. Управлять судном в состоянии опьянения тоже нельзя, но жители Иркутской области все равно это делают. Патрульные группы на водоемах вычислили 18 таких фактов. Любители горячительного выявили в областном центре Иркутском, Ольхонском, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Усольском, Устилимском районах. Другие нарушения, часто встречающиеся у судоводителей, они берут на борт больше людей, чем положено, передают управление человеку, не имеющему прав. Есть вопросы по техническому состоянию. Некоторые судна не прошли обязательное освидетельствование, либо были переоборудованы без соответствующего разрешения. В любом случае все это может привести к трагедии. К трагедиям приводит и нарушение правил на дорогах. Несколько примеров, когда дело могло обернуться ДТП, увидите далее в традиционной рубрике «АвтоХам». В жизни мы часто куда-то торопимся, но всегда находятся те, кому еще нужнее, чем другим. Очевидно, как раз из такой категории шофер на этих кадрах. Двойная сплошная, стоп-линия, все для него не имеет значения. А вот инспекторы ГИБДД этими кадрами наверняка заинтересуются. Как и данным видео. Оно четко демонстрирует, что ждать не в характере наших людей. Даже перспектива аварии, а ведь красный сигнал светофора горит не просто так, иркутян не пугают. В этот раз обошлось без ДТП. Но где гарантии, что в следующий раз также повезет? На везение рассчитывал или на что-либо еще неизвестно, но едва не спровоцировал аварию торопливый водитель на этих кадрах. Он почему-то решил, что встречная полоса предназначена именно для его маневров. Инспекторы, окажись они рядом, наверняка провели бы ликбез. Если и вы стали свидетелями хамского или неадекватного поведения на дорогах области, присылайте нам свои видео. Самые яркие кадры покажем в эфире. Яркие эмоции сейчас испытывают жители Тулуна, ведь у них долгожданное новоселье. Людям, которые потеряли дома и квартиры в результате наводнения в прошлом году, начали выдавать ключи от новой жилплощади. О том, сколько семей уже обзавелись своей крышей над головой и сколько зданий сейчас еще возводят строители, расскажем далее. Татьяна Кравченко осматривает свою новую квартиру. Просторная комната, большой коридор и кухня. Осталось только перевести мебель. Женщина стала одной из первых жителей Тулуна, кто получил ключи от жилплощади взамен утраченной в результате прошлогоднего наводнения. Три двухэтажных дома в микрорайоне Угольщиков на 66 квартир уже сданы в эксплуатацию. Всего на этом участке под застройку выделено 9,5 гектаров земли. Нравится хорошо, светленькие комнатки, первый этаж, выход, вид с окна очень красивый. Хорошо, нравится нам очень. Всем мы благодарны, всем, всем. По соседству с новоселами уже идет строительство шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. Также здесь возводят школу на 1275 мест, детский сад, инфекционное отделение больницы и физкультурно-здоровительный комплекс. На втором участке, выделенном в Тулуне, создают микрорайон «Березовая роща», состоящий из 149 индивидуальных домов. При этом 15 из них уже заселены. В 79 идут отделочные работы. У каждого свой земельный участок по 15 соток. Также разрабатывается документация для строительства детского сада. Его смогут посещать 220 ребят. В 17 раз больше детей пойдут в новую школу. Долго мы к этому шли, но, наконец, я думаю, вот этот период получения жилья пострадавшими людьми, жителями Тулуна, он идет в таком уже плановом порядке. До конца года мы должны выполнить ту задачу, которую нам поставил президент. Предоставить пострадавшим семьям жилье, которое мы сегодня строим. Кроме того, в Тулуне идут работы и по возведению новой дамбы. Ведь основным критерием при выборе площадок для жилья было расположение гораздо выше уровня реки Ия. Чтобы построенные дома и соцобъекты никогда не затопило. Иван Занько, новости по будням. Большие изменения наступят в жизни всех россиян, имеющих право голоса. В том числе жителей Иркутской области. Государственная дума в окончательном чтении приняла законопроект о возможности проведения трехдневных выборов в России. Отныне процедуру голосования на территории страны разрешено растянуть на несколько суток. Толчком к разработке законопроекта стал успешный, по мнению Центральной избирательной комиссии, недельный плебисцит по принятию поправок в Конституцию. Теперь выборы всероссийского масштаба будут проводиться в трехдневный срок после принятия соответствующего решения на федеральном уровне. Если же голосование на местном уровне, то тут формат плебисцита зависит от региональных избирательных комиссий. В случае принятия положения о многодневных выборах, досрочное голосование и волеизъявления по открепительным удостоверениям проводиться не будут. В каком формате будут проводиться осенние голосования в этом году пока неизвестно. Но в Иркутской области уже в самом разгаре сбор подписей претендентами на должность губернатора. Это далеко не единственные выборы, в которых предстоит принять участие жителям Прибайкалья 13 сентября. Подробнее расскажем в следующем материале. Кроме досрочного голосования за губернатора Иркутской области, 13 сентября в регионе состоится 90 муниципальных выборов. Определиться с новыми мэрами предстоит жителям Ангарска, Черемхова, Свирска, а также Братского, Зиминского, Золоринского, Иркутского, Качухского, Мамско-Чуйского, Усть-Кутского, Чунского и Нижнеелимского районов. Новый состав муниципальных дум будет сформирован сразу в 15 территориях. Еще в 6 пройдут так называемые довыборы на освободившиеся места. И это не все. В 35 муниципальных образованиях появятся новые главы поселений. Больше всего кандидатов на данный момент заявилось на должности мэров Братского и Усть-Кутского районов по 11,9 соответственно. Всего же в Иркутской области документы на выборы мэров и глав представили 103 человека, 56 из них самовыдвиженцы. От политических партий больше всего кандидатов выдвинули ЛДПР, 14, Единая Россия, 11 и КПРФ, 5. Традиционно перед голосованием в Иркутской области запущена горячая линия для избирателей. Среди территориальных комиссий такая работает пока лишь в Бадайбу, но в скором времени аналогичные запустятся по всему региону. Павел Желудев, новости по будням. При многих мэрах и губернаторах при Байкале планировать открыть Суворовское училище. Разговоры об этом идут как минимум с 2009 года. И вот тему снова поднялись. Сегодня с этим предложением выступили общественные организации. Учебу планируют организовать на базе двух корпусов бывшего военного авиационного училища в Иркутске. Чтобы отреставрировать помещения и приспособить их под новое учреждение, потребуется примерно миллиард рублей. За помощью финансирования при Байкале обратится Министерство обороны страны. Если в регионе появится Суворовское училище, выпускники, которые с успехом его окончат, будут иметь преимущество при поступлении в лучшие вузы России. После обучения в кадетских корпусах, которые в Иркутской области два, таких бонусов не получают. Пока одни учреждения готовятся к открытию, другие собираются отмечать большие юбилеи. Речь идет об одном из отделов Иркутского областного краеведческого музея «Ледоколе Ангара». 7 августа исполнится 120 лет, как его спустили на воду. Сотрудники учреждения уже готовят юбиляра к торжеству. В первую очередь обновили самое сердце корабля – машинное отделение. Там силовым агрегатам придали исторический облик. Кроме того, для более комфортного ориентирования посетителей сотрудники музея разработали систему навигации для передвижения по плавучему музею. Установили информационные таблички с названиями и описанием помещений корабля. В день торжества от кормы до носовой мачты развесят сигнальные флажки, которые применяются моряками. Для всех желающих организуют фотозону. Стоит отметить, что Иркутский «Ледокол» – один из самых старых кораблей своего типа, который сохранился до наших дней. А расположенная сейчас внутри экспозиции рассказывает об истории судоходства по Байкалу и Ангаре. Сюда поток посетителей, особенно в летние погожие дни, он нескончаемый. И все, кто сюда приходит, особенно приезжие, те, кто первый раз здесь был, они, конечно, уходят с очень мощными впечатлениями, говорят, мы будем рассказывать об этом всем и везде, что есть такой уникальный объект. Большие переменные в Ангарском музее часов. Экспозиция пополнилась более чем на 400 хронометров. Это экземпляры советского производства. Всю свою коллекцию решил подарить музею известный немецкий коллекционер. В августе прошлого года он уже передал учреждению культуры 181 хронометр. Решение расстаться с остальными экземплярами появилось после визита в город нефтехимиков. Лично передать часы коллекционер и исследователь хронометров не смог из-за пандемии, а отправил изделия почтой. Другие интересные новости со всего света ждут вас в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Бывало ли у вас такое, что теряли нужную вещь – телефон или документы, потом находили в самом неожиданном месте? Если да, то сегодня смело можете отмечать неофициальный праздник – День находок. А мы расскажем о самых необычных прямо сейчас. Находка для ценителей русской литературы «Сквер поздороваться с Чеховым» скоро появится в Иркутске. Он будет расположен на улице, названной в честь Антона Павловича, в самом центре города. В сквере предусмотрят место для скульптурной композиции, посвященной писателю. Также на территории разместят стенды с информацией об известном авторе. Информацию и доказательства того, что первыми заселили Северную Америку выходцы с берегов Байкала, нашли ученые. К такому выводу пришли специалисты Датского университета после изучения ДНК. По их данным, это еще один факт, подтверждающий переселение Сибири в Северную Америку. Ведь это событие общепризнанно. Недаром связанные с жителями Прибайкалии артефакты до сих пор находят даже на самом юге континента. А в Ямало-Ненецком автономном округе местные жители обнаружили хорошо сохранившиеся останки мамонта. Фрагменты скелета с мягкими тканями лежали на берегу озера Печеволовато. Теперь находкой займутся специалисты научного центра изучения Арктики. Предстоит исследовать останки, среди которых есть части ног, головы, ребер и шерсть. Ученые уверены, в этом районе есть и другие захоронения. Древний храмовый комплекс найден в Ирландии. Команда ученых. При проведении исследований использовали технологию дистанционного зондирования и геофизической съемки. Это позволило отказаться от разрушительных раскопок. Специалисты полагают, ими обнаружены руины храмов Железного века и резиденции ранних королей в Северной Ирландии. Археологи также сообщают, скорее всего, ими найден настоящий церемониальный центр доисторической Европы. Один из крупных комплексов того времени. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните с 10 утра до 6 вечера по телефону 792-402, если у вас есть интересные новости. Также почаще заглядывайте в наши аккаунты в социальных сетях и на сайт 3wnts.defistov.ru Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Юля, а у тебя же сын подрастает. Вот ты бы его отдала в Суворовское училище, если у нас вдруг откроется? Я не знаю, надо подумать. Если сам решит, пусть поступает. Вообще, он у меня сейчас к бабушке уезжает, поэтому там практически Суворовское. Суворовское училище.